тут ставится инженерка вот она да и вот пушки строится уже сюда сейчас тут начнется отбить и у мисты короче идея была неплохая но успехом не уменьшалась посетите места любит коней а вайпер любит арбалетчиков с копейщиками ну и пушки естественно естественно пушки но арбалетчиков урон конечно с этим грейдом шикарный 20 плюс 8 это жестко и тут кони влетели копейщики на месте нормально грейды все есть на кавалерию он не делает потому что вообще коней не хочет строить француз который вообще не хочет строить коней если чё это вайпер майпер прочухал прочухал построил блокшив полетел полетел на торговлю на эту тут монастырь тут он кстати захочет еще и святыню захватить обелиск о реликвию построилась пушка но я не убивают вот здесь ну и все потихоньку позиции это выбивается а тут пошла атака 11 бикинеров две пушки ну и по мелочи 22 арбалетчиков против против 11 коней 10 куверлиниров и 8 всадников но не серьезно почему он строит всадников и спросите потому что у него кончилось золото ребят то о чем я и говорил то о чем я и говорил золото то кончается золотые руды кончаются соответственно если у тебя нет торговли плотно и у вайпера на есть ты проигрываешь но не забывайте еще что вайпер играет юнитов который строит мало золота копейщики вообще не строит золото арбалетчики строят 32 золота пошел замес смотрим наблюдаем наслаждаемся болельщики не блок справляется их вайпер не сливает обратите внимание как он копейщиков оставил и слил да не но он конечно еще осадку слил но арбалетчиками он под паркет и ранил и аккуратненько убежал здесь вышки это без гридов вода с гридами откачивает он пода себя ну и ресурса посадить у вайпера ресурсов и у мисты у мисты с едой уже не так все хорошо золото ему штрафуют соответственно золото в нем больше не будет пока непонятно ребят пока непонятно первый турнир смотрим на двадцатку спасибо спасибо тебе за пятихатку благодарю благодарю пока непонятно просто смотрим чили кони опять вроде выиграли замес вроде как бы кажется все классно но проблема в том что дотекание нон-стоп вот посмотрите просто бежит новая 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 ой тут кстати ребята которые вынесли вот эту территорию возвращаются с работы и они конечно несут свою лету сейчас если вместе кажется что он вроде как продавил то на самом деле нет ему лишь кажется немного стать кулевринеров кулевринеров и построил вайпер у мисты 130 боевого лимита вайпера 70 цифры говорят за себя тут контролится все ну и все почти последний замес у места нет золота абсолютно 0 абсолютный 0 может быть месте стоило все-таки если он торговал ну закрепиться на воде не отдавать ее так просто гг да получился дисбаланс по поводу торговцев да у вайпера на его стороне был торговый пост ну чё сказать повезло с другой стороны принципе то место не растерялся на воде торговал но отдал воду ему удалось ее перехватить аккуратненько но он ее не закрепил он ее отдал в итоге посмотри вам по золоту за счет воды за счет воды посмотрите насколько золота он добыл больше на 4000 на 10 процентов но при этом при этом в конце у вайпера было 2000 золота у него 0 а почему вайпер строю потому что не коней вайпер строил дешевый лимит который быстро восстанавливается он принимает сражение у него юниты все упали кони бегут дальше у него с пяти бараков новые юниты уже выходят под замком они опять встречают и и вот такая тема тоже это ну определенный лейтгеймовый опыт нужен чтобы так исполнять воду не закрепил не знаю но тоже вдумайтесь да то есть вайпер понял же он такой погоди мне кажется там что-то происходит в этот момент да что там кто-то что-то качает и в итоге спалил водичку и перекрыл вот я бы спалил вот я бы узнал что там кто-то качает ахерозно такие дела то что пушка раньше построил сильно решила так у нее это 4 раньше был понятно что он пушку аль строит на это первый раз когда кто-то трейдит по воде ну как вчера кто-то писал или к чё там типа ой по воде невыгодно там что-то в бурдовую вы чё блин невыгодно топ-1 катка за весь турик ну да это самая такая лейтовая самая лейтовая было да по 7 ребят по 7 это не конец матч-поинт для вайпера я честно говоря хотел бы чтобы было 41 потому что внимание 13 час стрима 13 я готов идти отдыхать то мне уже плоховато блин пожалуйста ребят пожалуйста да мне самому интересно глянуть но понятно что физическое состояние ему как бы не волнует особо типа хочется течет не хочется не мнение мне честно скажу четверть финала было не очень интересно смотреть многие катки были такие типа но чем ближе чем скилловые игроки тем интереснее тем гораздо интереснее блин хотел бы я лечь вот чтобы блин в натуре мне пора расширяться я же крупный стример пора расширяться надо нанять об сервера лечь на диван просто вот так ему сказать чтобы он все водил по экрану как на турнирах по доте знаете там же об сервере есть а профессиональный а мне лежать и комментировать вот так вот просто оооо блин ну это его на зарплату надо брать надо брать на зарплатку кальянщик еще ну в моем случае мне нужен не канля не кальянщик а чайщик чтобы мне как чай и кто мастер по чаю да я ребят стараюсь объяснять и так я еще раз говорю 13 час стрима чего это чего от меня хотите то ему завтра блин еще завтра блин медсестра должна прийти мазок брать с утра с блин разбудит меня я хотел просто дрыхнуть да овощи до талого но она меня разбудит же так ну что-то у них видимо тоже небольшая пауза покурить пописать игроков тоже можно понять они хоть выполняют не такую ответственную работу как мы с вами и посидеть и смотреть но тоже устают мы какой-то дискомфорт тут у меня мы не хочу от короны вылечиться сходить там типа мрт сделать кт блин если выиграл на все уже не берешь ее до миста кстати не выиграл в итоге за францию то есть он сейчас скорее всего опять францию будет брать развлечения до чего-то постоянно колит к типа я не пойму вроде ними типа межребинная невралгия вроде и что-то типа хрена знаю так кислородик пошел открыл я балкон ноги надо под задницу спрятать чтобы не про это зарядочку да надо делать ну на у них перерыв сегодня по всему счет можете скорби что-то пишет нет ничего не пишется иначе небольшой перерыв скорее всего на затянутый конечно турнир жестко блин но с другой стороны катки крутые интерес смотреть а про игроки стриме свои игры интересно ха у граби забавно граби не стримит во время турнира видимо смотрит жестко потом еще катки разбирать будет спасибо ребят вам спасибо что смотрите спасибо что смотрите тем кто блин самого начала вообще медаль надо давать граби ход скаменте понял ну до сих пор на зарплате что ли в ходе интересно когда будет балансный патч то не в курсе что сегодня уже будет балансный патч если чё в понедельник 15 первый патч фиксят там монголов что-то им ст.ц и остальные подробности вроде не раскрыты но интересно будет глянуть ой ребята давайте набираемся силы разминаемся бы есть кто сначала элден ринга вообще есть такие такие люди существуют лиза блин ну лиза в натуре повод лиза точно сидела ну нифига себе и чего мне хер делать воскресенье 12 часов смотреть стрим капец блин и вот вы кадры я надеюсь вы хотя бы на фоне что-то делаете там вяжите там накручиваете сосочки работу хотел поработать но нашел стрим кекс это здорово новой нации я не знаю может добавить испанцев горят добавить испанцы размялись немного блины 4 жога немного началась из-за много чего захавал всего подряд давайте ребят давайте все поболеем за вайпера черт вайпер играет на россии против монголов все понятно давайте поболеем за вайпер и чтобы он окончил во первых победой россии во вторых чтобы мы все пошли спать ребят на крупные вопросы уже тяжело отвечать если они очень важны сохранить их до следующего стрима чудо света стоит 3000 каждых ресурсов давайте россия давай вайпер за россию давай сколько длится одна игра да по-разному сколько сколько получится я даже не футбол здесь нет такого 90 минут кто победил тут молодец не ну вайпер выиграл за францию за монголов и вроде за англию да и за англию то есть вот вот примерно и есть расстановка по нациям до монголы франция он за них выиграл англия выиграл и выбирает следующем между деле а посидами и русию скорее всего берет руси у россии на данный момент винрейт ой блин девочка башка не соображает где-то 16 процентов 2 выиграла взять какую еще выиграла выиграл сегодня места как раз таки на руси а кто еще выиграл 1 на по моему выиграли одна из семи каток или 6 я не знаю но вот такой бедра но на самом деле очень много игр монголами на проиграли я не знаю пуш монголов на т3 выглядит очень сильно пуш монголами на ты выглядит супер солидно вот эти приход к тебе сразу же с четырьмя спрингальдами стороном прям прям как только т3 закончился это ну типа это крутяк то есть отбивать от тяжело но на англии в вайпер справился может и на россии справиться медленно ну быстрой больше подбищ мы сегодня монголов смотрим у них там типа 8 подбищ стоит на 15 минуте нормально олени собираю то есть потихонечку настраиваешь так эта карта старикой у нас да блин нос забился вот балкон проветрил так ничего болеем за вайпер давай вайпер тащи уже второй разведчик потому что он чё а не чё я так долго тупил он стц сразу же построил разведчика чтобы бросить монгола жестко обокрасть его забрать всех лосей забрать всех овец собак ну и скорее всего потом против монгола неплохо работает умелыми разведчиками принести олени на базу я так долго блин чё не соображал добывается уже лес это ранее агрессия это ранее казарма если что либо застройка то есть это либо застройка но мы пробовали с вами ребят застраивать проблема в том что ты строишь вышку а он просто переезжает и все ему как бы похер поэтому я наверно ставлю что это все-таки казарма наверно хотя нет рабочий на вышку идет да жесткий смотрите два разведчика напрягают тут рабочего не дают ему работать на работе а нет в итоге он порт строит но его спалил смотрите хан его спалил друг другу они не дают поставить порт причем оба добывают лес и по итогу но но almond теряет разведчика очень очень важно очень важно Ну что теперь? Теперь этот чел вернется и построит Тут уже казарма Уже пикинеры пошли Тут тонна дерева Я не понимаю пока зачем Не, ну очевидно он порт хочет построить Очевидно он хочет Построить порт, но ему не дают Монгол контролит, не дает Все забивает вайпер Почему я это не видел Или я уже прозалипаю Слушай, он мог стоять и убить на самом деле Девять выстрелов ему надо А, тут копейщик, потому что идет уже Смотрите, от меня Блин, это жесть Это жесть, а тут строится Ой, какая, блин, вообще Просто обида И девять рабочих на дереве То есть, ну блин Пошел в обход Че, блин Че ты несешь Не контролят Рабочий достроит сейчас Ну хорошо, достроил Копейщики сразу начинают дамажить Рабочий чинит Без палевого Вообще Мне очень похер Напоминаю, у Руси уникальная рыбалка Лодка не нуждается в том, чтобы возвращаться в док Чтобы приносить пищу То есть она просто стоит и добывает Плюс на Т-2 лодка может переоборудоваться в любой корабль Хоть в боевой, хоть взрывчатку, хоть че Так что задача выпустить хотя бы какое-то количество лодок Что у вайпера получается Ну вот третью, наверное Не, успевают третью Кремль Ну да, прость монгол Я тоже склоняюсь к тому, что Кремль строить надо Баунти, кстати, очень маленькая Но, в другой стране, тут другими вещами были заняты Успел Три лодки, хорошо Хорошо Лодки тебе тяжело отсюда согнать То есть пикинерами тяжело согнать лодки Они, считайте, где угодно могут добывать Хотя рыбы на этой карте, я смотрю, очень мало почему-то Типа Раз, два, три Четыре Пять, шесть Семь Чё-то вот тут много в итоге зареспилось а тут смотрите тут тут одна вообще странный рандом кремль пошел кремль прикрывает золото тут же стрельбище шикарная игра пока выходит да то есть такая борьба за воду необычное развитие через раннего разведчика через который с тц выходит там супер раннего а лодки поплыли в атаку переоборудоваться в боевую ладью все три корабля переоборудоваться и сейчас они будут душить тут монгола но тут вышка тут вышка сейчас у нее сядут ой сейчас у нее сядут копейщики а я ай-яй ай-яй на блин они как больно очень но вы видите этот урон просто вы видите ну типа ну типа и чё да то есть не было не было бы конечно вышки тут бы круто зашло он бы убил всю экономику но миста же не дурак он финалист этого турнира тут уже стоит вышка и чё теперь делать уже все габела легкая джонка выходит у него рейндж побольше она филится под портом ну и собственно все неудачно я бы сказал для вайпера происходит все на воде лучники гоняют хана кто сегодня гонял своего хана плюсуйте в чатик если еще не уснули ну и что вроде неплохо все складывается для монгола 2 джон очка он решил что на одной раз карте постреляют отойдет похилиться пострелял отошел похилился и так будет в итоге убьет корабли он понимает что у вайпера нету борта да и что его ресурсы не восстанавливаются хотя вроде рыбацкая лодка может чинить поэтому может быть ему одну стоило оставить рыбацкой строится рынок прикольно катка мне очень нравится я прям я прям возбудился именно самому поиграть хочется но пока я завтра буду отдыхать может быть чувство уйдет обратно лодки может переоборудовать дает вишка руси лучники пошли харасить против монголы это опасная вещь а тем временем ё-моё тут две конюшни и уже т3 заказывается ё-моё у вайпера ресурсы тоже под т3 конечно но он уже отстает потому что тут т3 уже наполовину а вайпера сейчас только закажется вот этот звук характерный и в чем прикол у монгола как мы уже с вами несколько раз замечали супер крутой пуш на т3 вот он сразу строит кузницу в ней он закажет осадное продвинутое дело вот она сразу же моментально и соответственно будет опять этот тайминговый пуш с с четырьмя спрингальдами с пехоткой и с одним тараном который выносит все который выносит все интересненько ну вайпер естественно игрок супер мега опытный он видит т3 он понимает у него кремль кремль конечно поможет подефиться возможно он даже камень добывает сейчас лучников слил возможно он даже камень сейчас где он набрал камень пишут 100 камня возможно он камень даже для спрингальда вот сюда добывает хотя скорее всего он делал тц но потом передумал и понял что надо типа это три стрельбища делать что будет конных лучников скорее всего клепать на т3 да но все идет потому что он реально конных лучников готовит но не самострельщиков ого интересный выбор я лично не понимаю как самострельщики отбиваются от этого пуша честно честно я не понимаю потому что если тут не будет коней латных то есть вот именно конных копейщиков большого количества то контрить самострельщикам некого потому что их будет убивать спрингалды они будут по чуть-чуть стрелять так сказать в этих ребят но посмотрим тут еще в конце концов кремль стоит гриды всего вайпера есть по экономике у него замечательно тут добыча дополнительной лосей щас баунти еще добьет блин у вайпер экономически все все супер мега круто взрывает просто переоборудовал и все лодки взорвал всю экономику на воде переоборудовал он в камикадзе и просто все взорвало ой разворот 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 ваншотик 8 воинов самострелами ну я не знаю я не понимаю два спрингальда гвардейцы пошли ну я не знаю ну давайте смотреть что будет происходить давайте просто смотреть по ресурсам место конечно потерпел после того как потерял еду где он теперь еду туда бывает вон на ягодки пошел ну и вот они три спрингальда уж 13 минута монгол на т3 к тебе едет вообще без шансов тут ничего не делают они очень сильный пуш вот этот у монголов я хз еще один спрингальд прямо тут строится деревянной крепости тут нет с подветренной заходит здесь крепости нет как тут отбиваться будем выезжает первый спрингальд у вайпера но тут четыре тут всегда у монгол их всегда больше и чё делать подошел сюда чтобы дотекание уничтожать который будет сюда идти да это очень грамотный ход старкрафте он используется то есть он именно дотекание хочет отрезать но основную армию как убивать я не понимаю нет самострельщики это за ее за долл это еще и на инженерка ну да ему нужно просто больше спрингальдов но тут их 6 ну как ты сделать больше монгол ну как это невозможно у него 2 тут 6 начинают ваншотать рабочих из-за того что тут есть хану у него есть обзор вон хан бегает подсвечивает место очень аккуратно игрок видите прям не лезет сюда таран не делает были надо освоить эту страдку за монголов крутая тема да и в принципе основные базовые стратегии там за англию за монголов надо изучить почему ангол сильнее в третьей эпохе а они не сильнее я бы сказал что они быстрее то есть они сразу же много делают спрингалдов т3 юнитов которые жарят а чтобы русскому сделать спрингалды ему нужно построить инженерку начать в нем что-то производить 3 выезжают не смог ваншотнуть немного не подконтролил три спрингальда напоминает ваншот это один спрингальд соответственно надо как-то вот этот микроконтроль делать но тут уже восемь их тут уже их восемь вышка заранее тут построена а вот тут нет и монгол сейчас это место заметит сырьем прям как чувствует на самом деле он просто искал подветренную сторону он и нашел не знаю если бы он построил таран и уже пушил сюда мне кажется хотя не против принял до таран уже не работает по вест еще ресурсов на 2 спрингальда еще монголан ну тут смешно и вышка просто не наносит урона пошел раз контрол спрингалды просто и в спрингалдов о ее стреляет блин не туда один тут самострельщики проигрывают замес коням естественно ну типа но как-то выигрыш если у тебя всего меньше не как вега но игра не закончилась вайпер не выходит вайпер борется но замес конечно 47 убил миста 19 убил вайпер ночью сделать учат а вот а чё сделать я не понимаю чуде отпустив этого пуша вот прям реально тяжело вы знаете были моменты сегодня когда я такой блин ну тут расконтролить можно лучше тут еще чё-то а тут ну тебя самострельщиков 15 а там 10 коней и больше спрингальда всегда больше потому что это монгол у него и всегда больше непонятно при этом экономического какого-то преимущества у вайпера нет то есть отсиживается на базе он как бы не накапливает силу какую-то да он по сути ну типа просто ну сидит на базе ладно бы у него был дополнительный тц но рабочих у него меньше уже на 20 то есть у него меньше армия меньше рабочих и тут его еще еще спалят по ходу тут его спалили но туда нормально стать почти высосал эту жилу оружие сути справа ожидаем наказать куда стрелять цели на прыщ на носу какой-то неприятный ну и тут непонятно но я еще и я прям не вижу как это дефицит если вайпера дефицит он прямо еще посмотрите сколько коней 18 всадников 4 копейщиков конных спрингальды на хай граунде вроде казалось бы неплохо но тут спрингальдов ну сколько тут 4 а тут 9 в вас лишним раза больше вышка падает рабочих надо спасать у его перчине контроля теряют один теряет один просто на халяву еще там добавляется бездумное количество бездум 12 в рельеф влияет влияет но вижу на разные по поводу стрельбы не стрельбы говорил кто-то что вверх там кто-то не может стрелять но это сложно сказать один торговый 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 центр в один городской центр городской совет у монгола 1 0 и россии в этом прям все поровну но куда это не искали тут рейдеров ну и пошел доски пуш барранс 10 хп выжил блин еще давайте и что делайте вайпер на что рассчитывая но что размекрит но я не вижу как-то размекрить по идее надо какую-то контратаку делать но тем блин потихонечку строит он конечно спрингал д но место поставили на сколько аккуратнее игрок миста аккуратно 14 здесь 7 ну-ка он всю игру отстает в два раза ну да такое количество конницы просто ну типа нечем убивать даже если убрать самострелы преимущество самострелах ну не убьет 22 арбалетчика 30 коней может если они кайтом каким-то в здание но кони просто не должны бежать туда а тут стоят погоди он вообще понимает что тут афк ребята что тут как бы ну другой стороны тут тоже прикрытие уже гвардейцев сколько парни у вайпера 33 лимит у мисты в два раза больше но я не вижу ребят я не вижу вариантов монгол все-таки гораздо сильнее русича вот что я могу сказать по результатам просмотра этого турнира русики все жило тяжело но миста смотрите какой он аккуратный просто мега аккуратный все вайпер сдается миста переходит четвертую эпоху вайпер тут же понимает что можно ливать и правильно делает не тянет время респектному то есть вот как бы тянул время когда у него были шансы как только а миста перешел в четвертую эпоху моментально ливает вайпер моментально ну я считаю что во первых эта карта дисбаланс на во первых то есть монгол добывает на воду залетает на воду и ты ничего не можешь сделать если ты строишь тоже лодку монгол тебя поджигает твою лодку и все он мало того что еще и баунти получает за поджог так и как бы тебя с носом оставляет то есть но полная параша да то есть так еще и сами по себе монголы выглядят действительно сильнее выглядят действительно сильнее чем русичи что тут сказать ну на 5000 на 5000 еды при том что всего добитого добытого вайпера 8 800 при этом 5 5 3 5 3 5 а у места добыто на 5000 больше это жестко это жестко по дереву одинаково но пока мне понятно монгол но по золоту вайпер чуть впереди а толку то какого никакого актива за щековой красава люблю такие приколы блин не знаю такое ощущение что вместо самострельщиков надо было просто строить одних этих просто одни спрингальды прям одни спрингальды одни вообще ничего больше не строить все ресурсы которые уходили на самострельщиков надо передать в спрингальды и тогда наверное ты под своим кремлем ты под т.ц. как-то будешь отбиваться но ржак это в том что твой оппонент в это время выходит в т4 и ты такой типа и чё игры и все блин да выглядит как-то безнадежно честно говоря как-то безнадежно выглядит этот матч а спрингальды возможно не будут сниться чуваки возможно сегодня вообще не посплю блин ребят вот как вы думаете вот вопрос по кд почему не пикают китай и рим как вы думаете какой может быть ответ кроме того что это слабые фракции но никакого же другого не может быть ответ но слабые фракции поэтому и не пикают были бы сильными и бы пикали согласно а так ребят сейчас постарайтесь поменьше 14 час стрима я люблю объяснять всякие вещи но давайте сейчас концентрируемся все таки на игре франция против аббасидов место берет францию на франции он еще не победил вайпер берет аббасидов китай это не слабая фракция хорошо заходи на турнир играй китая если от не слабой фракции если фракцию на турнире ни разу не берут про игроки которые хотят выиграть турнир за 7000 долларов значит от слабой фракции другого не дано чуваки это пытаться выдумать что они просто не знают как играть или еще что-то на смерть привет не шарю за и почему секс 2 армия нельзя просто а клик нажать слушай ну тут тут конкретно можно было нажать но они 100 очень аккуратный игрок те кто сегодня весь день смотрят он очень аккуратно у нее даже с трехкратно прямо превосходство он не лез в базу чтобы не отдать игру то есть он такой знаете как китайцы в доте он потихонечку задушивает ищет слабые места сам развивает экономику выходит в т4 и так типа уверенно задушивать свой оппонент вот принципе да в этой ситуации у него было 14 spring 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 у него было 4 спрингальдов 2 тарана 30 коней он мог через атаку пойти в базу мог мог чтобы ты выбрал жареную картошку вареную пюрешку ну пюрешку наверно так ребят что время отойти в туалет похоже время отойти в туалет к стартуем через две минуты давайте тоже водички там попейте так далее вот и 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 вот Продолжение следует... 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 Не понял... Продолжение следует... 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 ну типа ты пушишь экономику к тебе вот сюда приходит парад приезжают и чё интересно я бы посмотрел на это вот аббасидов же могут может же таран от аббасидов приехать почему нет так чаще уже спите были сообщения в чате умерли ребят но ничего крепитесь бабе на своих стримах тестирует буш через стены за китай вайпер на своих стримах за деле играет очень много но при этом ни разу не пикает его на турнире много чего люди тестируют играют по фану тестируют ищет имбу вайпера басид миста француз у мисты пораньше будет второй тц чуть побольше он ресурсов собрал но не забывайте что у аббасида рабочие будут дешевле то есть грубо говоря он будет 2 за цену одного заказывать то есть ему надо меньше еды добывать также горел от грелок что было что пола никаких проблем не было отбиваться от грелок было тяжело отбиваться но реально от грелок отбиваться можно было надо было очень хорошо контролить чтобы из бункера выбегать мариками под грелку и не сразу через хитонран пробивать на здесь таран ну просто никто не контрит пока но ждем пока люди разберутся просто пока непонятно что делать против него оба застроились заботчиком спокойненько зачем нужен камень начали я чё сижу объясняю я говорю люди добывают камень что построить второй тц минуты три последние об этом говорю поворачиваюсь от прочитать чё там нового меня спрашивает зачем как так все те спать пара ты спать уходишь понял француз даже одного коня не заказал даже не стал заказывать латницу чисто все в экономику 25 рабочих по 28 а куда он золото потратил почему монголов не понять монгола сегодня уже понять это свечо но насколько непонятно кстати нет прохода случайно за базу кажется что есть просто линия типа на воздухе висит мы выяснили что линии на воздухе ни одного ни второго игрока нет армии обоих чисто разведчики оба full экономика будут ли быстро выходить в т3 вот чем вопрос как думаешь почему китайцев не берут слишком сильная раса раса сверх людей забанили на турнире ну комментировать тут особо ничего ребята вниз вы сами понимаете ребята развиваются это кстати карта это кстати карта очень лейтгеймовая очень лейтгеймовая тут как раз благодаря вот начальному респу часто катки выходят такие что люди выползают вот сюда тут стоит замок тут стоит замок они нон-стоп воюют ну и пытаются где-то по карте соответственно наводить шорох еще третий пц нифига себе 3 пц у француза вайпера 2 и на 3 он не рассчитывает но он потихонечку в грейду подкапливается зачем меня добывают чтобы на тебе по печи ездил грейды кстати уже все сделаны крутые катки были сегодня весь день крутые катки в наш финальная часть все-таки иди нифига тут жесткая тема чё за прикол он пишет какое-то слово или чё зачем тут стена а чтобы башню построить он типа строит тут стену чтобы прикрепить к ней башню почему не здесь так она чтобы еще этот проход зацепить он очень боится он пушат оба сида а он не видит чего у него на базе поэтому страхуется ну в принципе а почему нет у тебя три тс почему не страхануться 58 рабочих против 47 у вайпера место уже впереди место уже впереди вайпер пошел т3 место за счет того что строил тс и защиту естественно не успевает ну это жестко я не знаю если этот вайпер увидит а он это по идее должен увидеть да если он сюда подбежит он поймет чё к чему плюс если вам поближе подбежит возможно увидит третье тс вон подбежал он увидел он подбежал он увидел он понимает что этот деф причем посмотрите насколько жестко будущий две вышки он добавляет ну и правильно он про ну место правильно дело посреди на количество ресурсов его производит он хотя по производству не так не так сильно впереди вайпер тем временем почти т3 сделал напоминаю что на т3 аббасиды смогут строить сразу же спрингальды сразу же но с другой стороны пройдет вечность пока они пробьют эти стены все кто-то мне говорил что типа 12 минут блин рабочих строим если чё 12 минут оба игрока довольно аккуратно играют но по факту да если бы если бы они оба знали что каждый из них играет настолько пассивно могли бы наглеть очень жестко я так понимаю мы до удара но эта игра еще не решена почему меня 3тc тоже вайпера 3тc пошел еще ко мне много но это уже дон джон центра какой-то планируется добывается очень много ко мне это уже под дон джон или дон джон как его там китаец спасибо за 100 рублей почему меня не пикают потому что всем покер на тебя понял на тут миллион вышек спрингальды добавляются но он реально считает что будут пушить а его по идее вайпер будет не пушить вы понятие он будет его шугать он будет его сейчас шугать спрингальдом стрелять напрягать но пушить он судя по всему не собирается у него 3tc все по кайфу экономика лютая может быть даже выход в т4 кузницы они вкусница есть как он до сюда туда стрелил ватафак он даже не подозревает что тут еще как бы не забыл с другой стороны вот тут можно пролезть но это фейк это фейк это он типа попку поджигает дон джон пошел дон джон на центре переезд массовое массовое переселение в сторону центра монахи тащит почему я сосу монахи тащит эту тему спасибо что русич потому что блин каждый день против монголов играешь блин целый день хг дает бафы да во первых vision во вторых некоторые юниты не стреляют на хг да он увидел край стенки и такой понятно все я поехал обратно монахи тащат реликвии потихонечку вайпер обустраивается на миде это видел места естественно потому что этот разведчик был у мисты 103 уже рабочих у вайпера 84 очень мега 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 халявный экономический билд настолько халявный что в 14 минуте у мисты уже почти заканчивается лес тут не так много осталось а юнитов мы будем строить каких-то нет дон джон на центре центр забран еще тут есть две цветы ни одна здесь одна внизу если захватить три святыни и удержать их в течение 10 минут ты побеждаешь напоминаю реликвия дает золото 100 в минуту плюс можно сделать вот этот great она будет еще давать 30 пищи 30 дерева и 30 камня крутейший great считаю тебя просто ресурсы из ничего тут вышка под выход пошла армия смотрите у мисты пошла 14 арбалетчиков есть начинают строиться кони но места любит коней мы это знаем плюс ну т4 пока не пахнет а уайпер идет в т4 у вайпер сейчас будет в т4 а миста до счета учили мягкий знак мангал чутбол хочу чего-то не это спасибо что монголы согласен вы его и вот эта проблема для мисты на самом деле сейчас не успеет что-то сделать то вайпер в т4 будет очень силен и возможно даже настолько что миста больше никогда не пробьет ни одной точки захватывает вайпер три святыни начинает напрягать в этом плане противника своего миста не контроля теряет двух коней нет одного у вайпера почти т4 т4 это что чат это пушки это супер крутые элитные копейщики а копейщики так дешевые так они наказывают они еще и будут элитные ну чё-то чё-то пока непонятно т4 охренел миста когда это увидел выезжает с базы тут же ну и куда ты едешь чтоб типа тут задеплена все уже тут задеплена пошла армейка 18 минут строительство рабов ребят будет ли какая-то драка тут строится забор кстати не успевает а я я и как же блин хрено а нет спалила вышка спалила вышка надо встречать здесь буду джончик какой-то поставить а я могу увидеть прогресс победы с захватом святынь охрененно для таймер где ну и слушайте тут безоговорочно как-то пока побеждает как по мне вайпер т4 у него миста что-то вообще в этом плане ну честно скажем обосрался у него даже не близко он начинает на т3 воевать против т4 тут уже бомбарды поехали здорово у тебя арбалетчики и разведчики а там бомбарды едут ну привет ну и бомбарды сейчас просто все пронесут в эту пве игру выиграл вайпер судя по всему в этом пве сражение вайпер победил он просто развился лучше технологичнее четче ну привет бомбарды жарят пикинеры их заходят прикрывают полностью бомбарды бомбарды не прикрыт сейчас могут в них врываться кони так и происходит часть пикинеров возвращается пикинеры т4 и они коней просто уничтожают самострельщики вообще без панка за против кого они ну и все все ну тут бомбарды тут элитные пики копейщики а у тебя блин у тебя в трене из-под носа блин ну вот так вот манганели добавляются вайпер все видит тут блин вышки разведывательные стоят пики заезжают что они это не могут пройти нормально святыню кстати отобрали у него но тут дон джон строится ой не успевает ой не успевает успевает то что он на святыню напал не увидел дон джон увидел мы теперь успевает теперь успевает все и тут в это время пушки пошли минус домики огромная армия у вайпера 47 элитных копейщиков 16 элитных гвардейцев 5 бомбар 3 манганели шикарный лимит универсальный неудобно тут пушкам конечно вот эта пушка грейдится смотрите ну что и пошел въезд манганели хер пойми куда стреляют но это бесплатный лимит пушки просто ваншотают казарму по пану рудник тоже по пану это заедяет вот это а причем самое смешное двор дейцы и пикинеры сами пропушили в г.г. но это проблема дачок и это это проблема отставания это проблема технологического отставания ты даже по сути сделав неплохой лимит в плане состава ты проиграешь в нули ну потому что там т4 а у тебя т3 там и гвардейцы элитные их вообще но им типа они переезжают все едут жестко вайпер победил ребят 4242 шикарные игры красивые кроме последние последних это совсем повышенная было а потом в одну калитку но в целом классно пасты турнир был было интересно посмотреть вайпер короче несколько игроков на голову выше других игроков это видно невооруженным взглядом и это круто это здорово были интересны очень игры и было как у вас ну классный был турнир классный первый день поначалу был немного смазан было может быть местами даже скучновато но ближе к финалу игры были все сочные было очень круто и я рад что мы в итоге собрались их посмотреть зашло отлично зашло отлично ну чё на этом я ребята опу спасибо большое что смотрели огромнейшее спасибо рад что так много тоже заинтересовавшихся людей было надеюсь вы помимо того что просто посмотрели насладились также нажали полу подписались на телеграм если вам интересно какие-то инфо информация о подрубках и вообще в принципе в телеграме более такое общение ну и навыка все я короче на самом деле сил уже нет что-то подведать итоги уже просто хочется отдыхать спасибо ребят большое за просмотр увидимся с вами на днях обязательно посмотрим еще ауе 4 поиграем а настя вырубила да черт план тогда ненастью тогда чё саню будешь и променю или на настя ты вырубила что ты вырубила если я еще не вырубил что-то конечно потише конечно этих остановить хотел бы так ничего хостим саню тогда под ночь не идем отдыхать на вебка все туда направлен все мне жопу голую показываешь есть светку повернул они заняться показывать чат вытерла бы ладно все пошел отдыхать ребят спасибо большое за просмотр увидимся завтра послезавтра я не знаю если силы будут завтра может подрублю за плавить в первом свеча стрима все ребят спасибо передавайте сани привет надеюсь вам понравился стрим но если понравились игры было клёво хочется конечно самому тоже уже поиграть а применять так сказать то что мы увидели на турнире было пока пока спасибо жмите полу окей